Здравствуйте! В студии Олег Панфилов и программа «Территория демократии», которая сегодня посвящена информационной блокаде Северного Кавказа. Несколько моих друзей и коллег из Чечни, Карачева, Черкесии и Северной Осетии последние годы живут в Европе и США. Они вынуждены были уехать после многочисленных угроз, покушений и преследований, связанных с их профессиональной деятельностью. Мои друзья лишь часть из нескольких десятков, покинувших свои родные места журналистов, а кроме них десятки убитых, избитых и преследуемых. С августа 1999 года, с начала Второй Чеченской войны, началась настоящая информационная блокада Северного Кавказа. Одних журналистов запугивали, других вынудили эмигрировать. Российские власти посчитали, что блокада решит главную проблему Кремля – отсутствие реальной политики в этом российском регионе. Всех журналистов без разбора привлекали, и среди них, среди плененных был я. Значит, взяли, брали нас, зная, что мы работали журналистами, в республике знали многие об этом. Все равно процесс журналистики, процесс свободы слова, он был приостановлен. Взяли, арестовали, потом мы провели в ямах больше месяца. Отпускали кого-то, отпускали кого-то, нет, но вот кое-кому посчастливилось, и после этого нельзя было оставаться в Чечне. Из-за подобных историй западные страны часто предоставляют журналистам из Северного Кавказа политическое убежище. После того, как федеральные власти усилили военный контроль над регионом, международные организации не перестают критиковать Российскую Федерацию за преследование и насилие над журналистами. В прошлом году Amnesty International опубликовала обращение к президенту России, в котором говорится. Правозащитники, адвокаты и журналисты, которые активно выступали против нарушения прав человека, были убиты или запуганы. Организация Amnesty International настоятельно просит президента Медведева сделать всё, чтобы эти факты были досконально расследованы и виновные понесли наказание. Через три года после убийства Анны Политковской российские власти должны предпринять все усилия, чтобы предотвратить нападение на тех людей, которые защищают права человека в этой стране. Сегодня журналисты, например, в Чечне не могут говорить правду, поскольку это небезопасно. Рамзан Кадыров, по сути, превратил Чечню в закрытую зону для журналистов. Иностранные СМИ могут работать на территории республики только по личному разрешению Кадырова. Но они находятся под жестким контролем. У них нет доступа к объективным источникам информации. Руководители других северокавказских республик по разным причинам не в силах контролировать ситуацию так, как это происходит в Чечне. Хотя работа журналистов в этих республиках также ограничена. Неофициально им запрещается освещение определенных тем. Эксперты сравнивают ситуацию со свободой СМИ в России и особенно на Северном Кавказе с советскими временами. Неудачи в развитии экономики, неудачи в повышении уровня жизни надо компенсировать сказками, надо компенсировать разговорами о том, что мы сохранили неприкосновенными рубежи державы. Надо говорить о том, что Северный Кавказ процветает и там впереди светлое будущее. А реальность с этим катастрофическим образом расходится. Поэтому неизбежно, исходя из ложной посылки, потому что Советский Союз был внутри себя глубоко порочной и ложной системой. И попытка восстановить эту систему неизбежно приводит к тому, что надо затыкать рот журналистам. Российские спецслужбы пытаются заблокировать все неугодные Кремлю интернет-сайты. После убийства Магомета Ивлоева, владельца сайта Ингушетия.ру, главный редактор сайта попросила политическое убежище во Франции. Сайт пришлось регистрировать по новому адресу, который уже не располагается в зоне РУ. Некоторое время назад был заблокирован сайт Ичкерия.Инфо. Попал под эту вот раздачу. Теперь, значит, у нас есть сотрудник редакции Сергей Крюков. Он находится в Ульяновске, сам тоже. Его осудили. Этот вопрос мы тоже сейчас под прислами документы будем подавать в Европейский суд за его аналитику. Не за призывы, за что-то, он взял анализ русской истории в своих статьях, анализ империи. 25 января вышел в эфир Первый информационный Кавказский. Один из приоритетов канала – освещение событий, происходящих на Кавказе, включая и Северный Кавказ. Но работать в этом регионе невозможно. Несмотря на старания руководства телекомпании, журналистам не выдали аккредитации. Проблемы возникли и в связи с открытием регионального бюро. Для нас было проблемой найти, в первую очередь, найти корреспондента на Северном Кавказе, корреспондентов мы искали. Мы хотели получить корреспондентов во всех республиках Северного Кавказа. Это оказалось абсолютно невозможным. И мы сконцентрировались на некоторых людях, которые осмелились, я бы так сказала, осмелились работать на наш канал. По статистическим данным, которые признают и российские силовики, число терактов и вооруженных столкновений на Северном Кавказе в прошлом году возросло в четыре раза по сравнению с предыдущим. Несмотря на это, информация, особенно видеоматериалы, крайне редко попадают на экраны как западных, так и российских телекомпаний. Вы смотрите программу «Территория демократии», и сегодняшняя передача посвящена информационной блокаде Северного Кавказа. Мой первый гость – политолог Мамука Аришидзе. Мамука, информационная блокада, установленная в России, когда газеты почти ничего не пишут о том, что происходит ни в Чечне, ни в Дагестане, ни в других регионах. Как вы изучаете этот регион? Ну, нам очень сложно работать, естественно. Ну, интернет-ресурсы нам помогают определенные, блогеры помогают. Ну, и по старинке, как бывало раньше, телефонный звонок. Ну, еще есть одна, так сказать, один ресурс – это то, что у нас живут многие кавказские, так сказать, компактно живут народности. Вот дагестанцы, скажем, или там чеченцы, родственные связи определенные. Это как бы то, что было. Чуть не голубинная почта вообще. Так что вот такая ситуация нам создать определенную картину, создавать мозаику, как мозаику приходится как раз именно строить. Очень сложно, естественно, работать. Ну, мы как бы за последние годы, за последние 10-11 лет привыкли. Но кроме информационной блокады еще и существует какой-то страх. Вы знаете, когда мы готовили эту передачу, я созвонился со многими журналистами, и они отказывались говорить. Я понимаю, потому что, во-первых, скажем так, напрямую, что из пика, из телеканала, который мы сейчас, где мы сейчас беседуем, сделали как бы образ врага, создали. Ну, естественно, вы представитель этого телеканала. Но даже бы, если бы этого не было, все-таки мы сейчас помним ситуацию вокруг, скажем, ингушского интернет-ресурса, и знаем, с чем это закончилось. Там просто поубивали всех руководителей, к сожалению, войму этих руководителей. И такая же участь постигла очень многих других журналистов на других каналах. Если не убивают, то убьют. Если не бьют, то притесняют. В общем, люди боятся, многое говорят. Вот сейчас, например, из Дагестана я получил одну газету, не хочу назвать, привезли. То есть там в полутонах чувствуется, скажем, то, во-первых, чувствуется профессионализм. Люди умеют работать, что очень важно. Вот. Эти люди, они могут писать в полутонах, они привыкли, как в советское время, что-то завуалировано, что-то, что проскользнуло информация определенная. Ну, межстрок читаю. Но все-таки для меня это очень дорого, потому что я чувствую, что есть там честные, порядочные, умные люди, хорошие профессионалы, которым просто не дают работать. Да, но война-то все равно идет. Она партизанская, они пытаются замолчать. Вот да, вот эта война, ну, она... Вот знаете, в чем дело? Как раз... Суть как раз в этом. Замалчивая эту войну, результат-то получается все-таки каждодневная стрельба и убийство. Может быть, стоит честно, правдиво писать об этом и... Правдиво, я говорю, писать об этом и говорить о тех полячках, которые присутствуют на Северном Кавказе, и можно совместно решить какие-то проблемы. Совместно решить те проблемы, чтобы молодые люди не шли, скажем, в подполье, не уходили к каким-то людям, то есть, ну, какие-то пути не находили к ним. Ну, в общем, чтобы решать проблему, надо как раз определенная гласность. Это слово, конечно, как бы, оно себя уже, как бы, себя сама съела, но другого понятия просто нет. Говорить правду о многих вещах, ну, можно, пусть что-то там не нужно говорить, но там есть определенные секреты, но говорить правду о многих вещах решит очень многие проблемы, а не создание каких-то непонятных структур. Международная организация, защищающая права журналистов, отмечает небывалый рост убийств журналистов в России. Многие из них работали на Северном Кавказе, как Анна Политковская. Судьба Анны до начала Чеченской второй войны, писавшей только о проблемах российской журналистики, уже в первые месяцы войны была связана с Чечнёй. Она не была военным журналистом, не находилась в окопах и не спасалась от бомбежек. Она писала о чеченских беженцах, о многочисленных случаях похищения людей, о том, как российская армия превращалась в армию мародеров и насильников. И ей отомстили. Её убили не на войне, в подъезде собственного дома. С гибелью Анны информационная блокада Северного Кавказа стала очевидной. Я лично испытывала самые разные чувства, находясь в Чечне, всё это наблюдая и так далее. На сегодняшний день у меня глубокое чувство злобы. Потому что я понимаю, что третий год, в том числе и на мои средства, как налогоплательщика, группа лиц наших военных упражняется в самых средневековых пытках. На населении, которое избрало объектом вымещения своих каких-то чувств негативных и так далее. Представьте, что группа неизвестных в военной форме завалилась в ваш дом, утащила родного вам человека и... И всё, собственно. Это и есть виноват. Был человек, и нет его. Совсем нет. Будто стёрлись жизни, как человечка-огуречка со школьной доски. И пусть вы мечетесь, сходите с ума, умаляете хоть о какой-то информации. А тот, кто должен искать, вам это просто советует. Забудьте, и дело с концом. Самая страшная трагедия нынешней Чечни – это бесследно исчезающие люди. В последний раз исчезнувших видели, когда их забирали военные. 10 сентября 2001 года. Анна Политковская. Новая газета. Там людей взрывали. Это очень сильно пытуемые. Тех, которых сильно пытали. И чтобы уже... Ну, чтобы уже никто не придривался. Нет человека, у нас нет тела, нет проблемы. К порой я вот пришла и собрала... Они просто у меня дома лежат. Вещи. Взорванные. Вместе даже с какими-то частями тела. Я здесь отдам на экспертизу. Меня сегодня удручает, что я работаю как похоронная команда. Это самое страшное, что происходит для меня лично. Завалила на себя груз, в общем-то... Который, наверное... Как мне кажется, вот... Если бы даже вот там тысячи журналистов, да... Делали бы вот то, что делала она одна, допустим, да... Они могли бы вполне считать, что вот они нормально выглядят, они правильно работают. То есть она взволяла на себя непомерную просто нож. У нее шли публикации в каждом номере, иногда по две, по три. За каждой публикацией стояли, ну, не просто там из интернета взятые какие-то обороты речи, которые можно легко переделать и публиковать, да... А это схожные собственными, как бы, да... Ногами тропы, это многочисленные разговоры, разговоры, разговоры... Нас всегда волнует поддержка людей, вот просто морально, что нас поддерживают. Для нас вот это самое важное. И бедная. И она добивалась, действительно, вот что, правды, да. И она писала всю правду. Вот ее и убрали. Это кому-то было как на руку убрать ее. Все. Риск, в принципе, является частью нашей профессии. То есть это не является частью профессии учителя или врача, или еще какого. Но нашей это является. Поэтому мы готовы. То есть мы, вот я считаю, что журналист готов, он должен смотреть на это открытыми глазами и понимать, что это может быть. Не пугаться там, не плакать отца. Главный вопрос в другом. Что меняется от того, что мы написали ту или иную статью и даже пострадали за нее? Поменялось ли что-то в нашем обществе в лучшую сторону? Вы смотрите программу «Территория демократии», в которой мы сегодня говорим об информационной блокаде Северного Кавказа. И мой второй гость – корреспондент телекомпании МЗ, тогда, в 2004 году, когда его последняя командировка была связана с событиями в Беслане. Это Зураб Двали. Зураб. Эта информационная блокада началась давно. Она началась, по всей видимости, в 1999 году. Но кульминацией стали события в Беслане. Тогда в докладе ОБСЕ о нарушениях прав журналистов в Беслане отмечались несколько десятков случаев. Что с вами произошло тогда? Я приветствую вас, Олег. Разрешите вас поздравить с выходом, с возобновлением вещания первоинформационного. Это действительно важное и нужное дело. Что касается вашего вопроса, да, к сожалению, в Беслане журналистский корпус, который приехал освещать те трагические события, столкнулся с целым рядом препятствий и проблем, чинимых российскими властями в их работе. Что касается конкретно меня, то вы знаете, что я был оттуда депортирован официально силами МВД. Мне вчинили, так сказать, в претензии то, что я якобы неадекватно и нереально освещаю события, происходящие в Беслане. Мне кажется, все-таки, что истинной причиной, так сказать, моего отзыва из Беслана, моей депортации было как раз то, что я вполне адекватен был в той ситуации, говорил то, что видел. А видел я тот бардак, хаос и полную анархию, которая царила в этот день в осетинском городе Беслан, где силы правопорядка, где ополченцы, где ОМОНовцы. Здесь только каждый по своему графику, на свое усмотрение, очень часто мешая друг другу, преследуя очень часто журналистам, мешая им работать и передавать ту информацию, которую они наблюдают. И несколько раз я был свидетелем того, как журналистов просто избивали, избивали, принимая их то за террористов, то за пособников террористам. И я помню, как мы одного американского журналиста фактически вырвали из рук, ну, буквально, так сказать, озверевшей толпы, которая почему-то решила, что раз у него борода и усы, то он обязательно ваххабит. Мне очень трудно, как бы, этих людей в чем-то обвинять. Я прекрасно понимаю, что испытывает человек, родитель, когда его дети находятся в школе, захваченной террористами. Это была не их вина, это была вина тех людей, которые не смогли, не захотели организовать вывод детей из этой школы. Вы знаете, что и Руслан Наушев, генерал, герой Афганистана, заходил в школу и вынес на руках детей и предложение террористов отпустить всех, если Путин заявит о готовности вывести войска из Чечни. Но была еще и другая проблема. Журналисты были как бы двух категорий. Те независимые журналисты, которые пытались рассказывать о событиях в Беслане, и те журналисты, которые занимались пропагандой. Я знаю несколько случаев, когда жители Беслана нападали на журналистов российского государственного телевидения и других газет, связанных с правительством России, только за то, что они передавали неправильную информацию о количестве погибших детей. Я когда приехал в 1 сентября, то первый день еще информация, как бы даже по российским государственным официальным средствам массовой информации проходила вполне адекватно. Но уже числа 3-4 я помню, как НТВ, РТР, ОРТ начинали получать прямые указания из Москвы, что говорить в кадре. То есть информацию начали, грубо говоря, причесывать, чтобы подгонять под официальную точку версии происходящего. И самое страшное было для меня, для грузинского журналиста, то, что мы все чувствовали остальная часть журналистского корпуса, которая была абсолютно предоставлена самим себе, полную незащищенность. Вы знаете, что журналистам Аль-Джазиры подбросили в сумку боеприпасы, потом они долго разбирались, откуда они попали, эти боеприпасы, к ним портфель. Журналистку Рустави-2 вообще арестовали, Нану Лежаву, она долго потом приходила в себя после этих событий. И была такая очень четкая градация между своими журналистами, которым разрешалось снимать, так сказать, в тех местах, где остальных не пускали. Мамука, есть такое предположение или версия, или объяснение того, почему началась информационная блокада Северного Кавказа с августа 99-го года? По существу с приходом к власти Владимира Путина, но есть такое предположение, что генералы поняли, кому они проиграли первую чеченскую войну. Ну, столько не чеченцам, не тем людям, которые сопротивлялись, сколько журналистам. То есть они боялись больше всего журналистов. Вы совершенно правы, да, это было на самом деле так. Вы знаете, когда есть определенное закрытое пространство в информационном смысле, творить черные дела намного легче, естественно. То есть ты занимаешься тем, чем хочешь. Тот же Песлан, возьмите, скажем, да. Там было такое огромное количество правонарушений, негуманного подхода вообще в целом к теме. И там такое было сделано, так такое натворили, что все, если бы это было наяву для всей российской общественности, то я не знаю, какой был результат для власти. Так что выгоднее, вольготнее работать в таких условиях, когда все закрыто, когда ты один знаешь, чем тебе заниматься. И когда у тебя есть такие журналисты, которые помогают тебе освещать эти события по тому сценарию, который тебя устраивает. Это естественно, совершенно естественно. Кстати, я хочу добавить одну деталь, вот сказанная Зурой, что там, значит, ущемляли права не только, скажем, журналистов из других стран, но и журналистов из российских других городов. Я знаю ребят из Волгограда, у которых отняли камеры и все такое. И некоторых других каналах российского телевидения, московских ребят. Тоже такое бывало. Я не хочу, чтобы так показалось, как будто российским можно было снимать, а другим нет. Там была вот дифференциация, бы совершенно правильно сказал Зура, но вот между государственными каналами и всеми остальными. Спасибо, Мамук. Зураб, вопрос, который, ну, несколько уходит в сторону от Северного Кавказа, собственно. Это связано с вашей нынешней работой. Вы возглавляете редакцию, которая вещает для национальных меньшинств Грузии, общественного вещания Грузии. События на Северном Кавказе еще и сталкиваются не только с тем, что блокируется информация, но и с напряжением межнациональными. То есть до сих пор не урегулирован конфликт между осетинами и ингушами, есть проблемы в Чечне, есть проблемы в других регионах Кавказа. Эта ситуация может быть разрешена при информационной блокаде? Я думаю, что как раз информационная блокада и служит тому, чтобы кавказские народы не смогли найти общий язык. Дело в том, что если вот вспомнить прошедший период независимости Грузии, то как только власти независимой Грузии озвучили идею создания единого Кавказа, как некого такого культурологического, так сказать, объединения, где бы все народы Кавказа смогли бы реализовать себя, сразу же появляется конфедерация народов Кавказа, проект ФСБ, который полностью вбил клин между народами Кавказа. И первые заседания проходили, вы помните, в Сухуми под аплодисменты сепаратистов, которые, так сказать, все сделали для того, чтобы эта идея, она бы изначально, так сказать, не была бы воплощена в жизнь. Информационная блокада служит делу разобщения кавказцев. Я думаю, что в век интернета эту блокаду все труднее сдерживать российским официальным структурам. Все труднее, потому что блогеры Северного Кавказа элементарно обмениваются информациями, они делятся своими впечатлениями. Сегодня российскому обывателю предлагают доктрину, что не все кавказцы враги, но все враги кавказцы. Вы представляете вот эту тонкую грань, что не все мусульмане террористы, но все террористы мусульмане. Спасибо, Зураб. Вот вопрос, и по всей видимости последний, к мамуке, и связан он с тем, что Грузия несколько месяцев назад открыла границу с Северным Кавказом. И многие посчитали, ну, в России, конечно, в первую очередь посчитали это неким оскорблением. А считаете ли вы, что открытие этой границы, ну, это своеобразная попытка как-то эту историю с информационной блокадой разбить, открыть? Ну, это, скажем, часть проблемы общей, часть, значит, идеи открытия границы. Ну, конечно, для Грузии сейчас очень важно, чтобы восстановить в определенном смысле те связи, которые были всегда Северным Кавказом, особенно за последние 70-80 лет, потом были определенные паузы из-за Абхазской войны, ну, в общем, это не важно. Главное, что родственные связи, научные связи, духовные, в общем, все это было, конечно. И гуманитарная составляющая огромную роль играет вот в этом деле открытия этой границы. Ну, там есть, конечно, информационная составляющая тоже. Ну, мы хотим больше знать о том, что происходит на Северном Кавказе, потому что все, что происходит на Южном Кавказе, эхом отзывается на Северном Кавказе, наоборот. Это же одно, как бы, географическое пространство. Так что тут вот на ваш вопрос могу ответить однозначно. Там есть вот эта составляющая информационная составляющая. Люди хотят знать больше друг о друге. Ну, Мамука, когда я задавал этот вопрос, я имел в виду то обстоятельство, что люди, которые приезжают в Грузию, они видят то, что происходит здесь, и они становятся своеобразными переносителями информации. Люди видят, что тут есть огромные, но очень много проблем, естественно, как в каждой стране. Но люди видят и другое, естественно. Чего бы не хотелось, чтобы вот как раз те, которые закрывают это пространство, они бы не хотели, чтобы эти люди этого замечали и привозили, естественно, на свою родину. Вот. Мы, то есть в этом смысле мы открыты, мы знаем, что у нас есть огромные проблемы. Может быть, проблемы есть даже в информационном смысле. Но есть подвижки, и это все не закрыто, это все не законсервировано, это все как бы, это процесс, это динамики, исправимо, то есть, что я хочу. Я сейчас сижу, разговариваю с людьми, которые, может быть, лет 10 тому назад бы не разговаривали, потому что мы были на разных платформах. Сейчас можно уже говорить, сейчас можно какие-то свои мысли. В общем, конструктивный диалог получается. То есть, это очень важно. То есть, эти люди это видят, и им не хочется, чтобы они это видели. Вот. Спасибо, Мамука. Это очень важно. В гостях передачи был политолог Мамука Ришидзе и журналист Зураб Двале. Большое спасибо. Давно известно, что замалчивание проблем не является решением самих проблем. Информационная блокада Северного Кавказа продолжается 11 лет. За это время были убиты, запуганы и вынуждены уехать из России десятки журналистов. Однако в их отсутствие политика, значит, и проблемы не изменяются. Это была программа «Территория демократии». До встречи на следующей неделе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова